Вспоминали художника Илью Багдеско сегодня и в Террасполе. В офисе партии обновления для студентов и кадетов провели художественный мастер-класс к столетию художника. А еще рассказали историю его длинной и насыщенной жизни. Плавные линии и штрихи художница Татьяна Шума показывает студентам и кадетам, как нарисовать, к примеру, набросок вот этой обычной бутылки на столе. На мастер-классе к столетию художника Татьяна раскрыла главный секрет мастерства Ильи Багдеско. Для того, чтобы хорошо рисовать, надо рисовать. И любой студент любого художественного училища вам скажет, что самое главное – рисовать, рисовать, рисовать. У кого-то из ребят скучающие лица, кто-то заинтересованно слушает, а вот эти, видимо, будущие художники уже перешли от теории к практике – слушают и рисуют. Сам Багдеско рисовал все время – днем и даже ночью. И прежде чем приступить к финальной работе, делал десятки набросков. Вот и Татьяна говорит, что когда училась на художника, рисовала на остановке, в троллейбусе и по дороге домой. В неделю делала больше ста набросков. Вот гравюра за спиной художницы – это тоже работа Ильи Багдеско для романа «Приключения Гулливера». Толстяк на изображении показан так, будто не входит в рамки. Это задумка Багдеско, чтобы добавить к картине живости. Вспоминать великих земляков в обновлении – это уже не только традиция, а целый проект. В будущем на страницах этого мини-журнала появится статья о Багдеско. Он составит компанию другому великому художнику – уроженцу Тирасполя Ларионову. Репродукции этих картин встретили нас в фойе офиса партии обновления. В рамках этого проекта мы организуем вечера портреты, встречи с теми, кто жил в то же время, что и юбиляры, великие, знаменитые, значимые люди нашего края. Кроме мастер-класса в Тирасполе о земляке будут вспоминать на родине Багдеско в Рыбницком районе. Завтра в Рыбницком филиале ПГУ расскажут о великом земляке и его односельчане. Если хотите услышать историю жизни художника, чьи работы хранятся в коллекциях королевы Елизаветы II и испанского короля, приходите в филиал госуниверситета. Завтра в 2 часа дня.